Хеток, 24 апреля тебе предстоит бой. Что за соперник у тебя? Я буду драться с аргентинцем. Соперник хороший. Смотрел его в рейтинге. Хороший боксер. А на видео ты его не видел? Нет, на видео прислали его. Только сегодня прислали. Я еще не видел. Ну, говорят, хороший, крупный такой. Он боксировал в 79, но делал в 76. Скажи, а как ты готовился к этому бою? У меня дома был сбор по этапу, по плану на сбор был. Я с Виталиком сидел со своим тренером тренировался. Двойные треновки были у нас. И вот приехал в Москву на спарринге. Просто у нас спарринг, партнеринг очень сложный. И в Москве их много. И я приехал и провел три спарринга. Еще вот завтра будет там в Краснодарск. Еще там же 10 метров. И еще два спарринга. Какой у тебя план на бой? Есть ли он? Ну, бой как. Как всегда. Настраиваюсь, так и буду настраиваться. Выйти, боксировать. Но я думаю, бой до конца не продлится, как. Как планируют соперники. Кроме тебя еще на турнире боксирует твой брат. Он с тобой тренировался? Да, мы вместе тренировались. У нас один план был и по плану вместе тренировались. А у него что за соперница? А у него хороший соперник. Филиппинец у него тоже хороший. Там у него боев 16. Хороший. Ну, вот по поводу своего соперника ты уже прогноз сделал, что бой не продлится всю дистанцию. Ну, да. Думаю, нет шансов. Тем более, как я понимаю, ты сейчас немножко злой, что последний соперник продержался, да? Да, да. Шесть травм. Ну, и еще это, еще, что просто руку вылечил. Просто я до этого права не молчу. У меня была травма. Сейчас я травму вылечил. И меня это радует, что у меня руку вылечил будет нормально. А как ты думаешь, как сложится у брата поединок? Ну, брат всегда боксирует до конца. Настраиваться и боксирует. Ну, я не знаю. Ну, как я видел и слышал за соперника, хороший соперник, я думаю, там будет 10 травм. Просто у него нет такого там. Он выйдет и боксирует. Как будет? Я думаю, он будет 10 травм боксировать. Хорошо, Хеток. Желаю тебе победы. Тебе, Асланбеку, успехов. Будем за вами наблюдать. Спасибо.